Приветствую вас, и вы довольно много написали, значит, прилично обратили времени на то, чтобы задать свой вопрос, при этом видно, что вы переживаете, что вы действительно волнуетесь, не находитесь в себе места, и я постараюсь ответить на ваш вопрос максимально полно, настолько, насколько это возможно. Что-то заключается в следующем, именно, отвечая на ваш первый вопрос, то есть самый главный, который вы задаете, как узнать, он это был или не он, как узнать, что он думает и прочее, отвечая на этот вопрос, я, к сожалению, вынуден сказать вам так. Именно по данному факту вам лучше всего обратиться к эзотерикам, потому что они могут достать, где человек был, и я думаю, они могут и вам подсказать, что человек думает. Я думаю, они также могут подсказать вам, будете ли вы вместе с этим человеком или нет. По крайней мере, они это делают, и делают вроде бы успешно. Потому что психологи не являются телепатами. Мы не можем прочитать мысли других людей, даже не вас, а другого человека, которого мы даже никогда не видели и не было с ним никакого контакта. С вами есть хоть какой-то контакт, а с ним нет. Поэтому прошу отнестись именно к данному факту с пониманием. Но вот тот момент, который можно действительно прояснить, и тот момент, на который стоит обратить внимание, этот ряд элементов, которые вы, может быть, сами того не осознавая, может быть, специально, но, скорее всего, не осознанно, написали в своем сообщении. А именно, то, что у вас богатое прошлое, что позволяет мышечке не считать, что выветренное, и то, что вы к мужчине навязывались. Так вот, у этих двух элементов есть связь. Первое заключается в том, значит, связь, она вот в чем заключается. Если вы были, я понимаю, у вас было много мужчин, допустим, то, собственно говоря, вы чего-то от них хотели, от этих мужчин. Что-то вы в них искали, в этих мужчинах. И определенно они начали распоминяли свое стратеговое поведение. А раз вы очень сильно навязывались своему мужчине, то есть очень сильно его расставали, то это означает, что вы в нем нуждались. И нуждаетесь в нем вы и сейчас тоже. Так как переживаете и хотите узнать, он ли это или нет, и прочее. И вот эти факты, конечно же, косвенно указывают на то, что у вас может быть зависимость от мужчин. Элементы любовной зависимости. А зависимость это потребность, потребность к человеку. Соответственно, я, не имея возможности ответить на ваш вопрос прямо по причинам, которые описал, предлагаю подумать, а почему вы так сильно зависите от этого мужчины. Ну, не дает он о себе никаких, так сказать, вестей. Хотя время уже прошло. Но вы подождите еще месяц, и если он не дастся собернать, вы будете иметь полное право встречаться с кем угодно. То есть время и его поступки наглядно покажут вам, как он к вам относится. Если он относится к вам ответственно и добропорядочно, то спустя означенный срок, а именно месяц, он даст о себе знать. И вам будет все понятно. Если нет, то нет. Но то, что вы навязываете и не находите себе места, говорит о вашей неуверенности в себе. Неуверенность в себе может свидетельствовать о уже озвученной потребности в мужчине по каким-либо причинам, по каким-либо причинам, и может быть страх. Страх остаться одной, страх оказаться ненужной и прочих. И если данное имеет место быть, то вам необходима помощь. Помощь специалистов в области психологии для того, чтобы избавиться от этих вот симптомов. Симптомы, которые вы, может быть, даже не осознаете, но они влияют на ваше поведение довольно негативно. И именно из-за этого мешают вам жить. Поэтому, если что-то из того, что я назвал, соответствует действительности, выберите эксперта, который вам по душе, и попробуйте разобрать с ним один или несколько элементов, соответствующих вашей ситуации, вашему типу личности, скажем так. А у меня все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!